Ancient Enemy Это карточная ролевая игра, действия которой происходят в разрушенном мире, где силы зла уже победили. Разите искаженных врагов с помощью чарующего набора заклинаний и способностей. Отправляйтесь в изуродованную пустыню и победите самого смертельного врага. В игре нет русского языка. Будет сложно людям, не имеющим хотя бы минимальный уровень английского. Вторая игра Killin' Floor 2. Я ее купил, наверное год назад она была со скидкой, стоила копейки. Поиграв недельку, надоело. Позвал знакомого поиграть по сети, столкнулся с проблемой. У него оказалась игра в стиме. В эпик гейм добавить друзья никак не могли друг друга. Чтобы попасть на один сервер, пришлось буквально танцевать с бубном, ибо оно не хотело видеть сервер, который я создавал. По сути игра неплохая. 6 человек, максимальное число игроков, оказывается заброшены на карту, чтобы уничтожить мутантов и их босса. Они должны выдержать определенное количество врагов. 4, 7 или 10 волн, после которых появляется один из боссов. Игроки отражаются от волн мутантов, клонов. Каждая последующая волна включает увеличение количества обычных и появление особых противников. После окончания волны, игроки бегут в торговцу, в магазин, в котором осуществляется покупка разного вооружения и экипировки. Убивая врагов, игроки получают деньги, а также накапливают опыт, переходя на следующий уровень своих перков. Чем больше игроков в команде, тем больше противников нападает на их и тем они сильнее. Матч заканчивается тогда, когда игроки уничтожают босса игры, идущего после волн. На этой неделе бесплатного Тепик Грейм. Все ссылки в описании под видео. Забери эти игры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, когда никто не гибнет, а? Итак, вам надо купить боеприпас. Мой вам совет. Девять патронов. Странно, что я спрыгнуть не могу, только в тех местах, где это можно. Камина закрыта. Пойдите, отвлечитесь. Ух ты, прикольно. Сэнкио. 84 мутанта. Ничего себе он. Ой, 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 ой. Чусь, ой, ой, ой. Чусь, ой, ой, ой. Вот такие. Впересная свой код свою. Не, походу не. Такая мясорубка с выкачкой навыков. Разные специальности. Там то подрывник, то штурмовик, то ли берсерок с топором. Достаточно прикольно и интересно. Как по мне. Гранатами. Окей. Запасаемся. Спасибо, что сказала. Томик возьмем. Купим Томик. А что с Томиком походить? Э, что с тобой, друг? Друг. Что с тобой? Спасибо за пушку. Третья волна. Да. А вот и они. И пойдут они прямиком к сердям. Томик неплохой, кстати, такой. Ага, я понял. Вдруг ты меня будешь охранять, да? Пока я тут развлекаюсь. Ой, хочу снайпером попробовать поиграть. Сейчас будет четвертая волна. Не, игра затягивает. Чисто вот попроверять разные пушки, пострелять. Прикольно. Ой, упал. Если они там веселятся. Давай ему гранатку кинем. Эй, тут вылез. Эй, алё. Стопай. Кто-то замедлялка меня вымыкает немножко. Конечно. Она иногда так просто нуб. Я не знаю из-за чего она срабатывает, конечно. Интересно даже. 11-10. Так, что-то поле боя ушло от меня подальше. Как-то неправильно это все. Я должен всех наказывать. Обязан просто, ну а почему бы и нет. Если не я накажут, то меня накажут. Правильно? Логика присутствует и это правильно. Тучу. Безупречно. Безупречно. Сменить навык. Хочу быть метким стрелком. Продать, продать, продать. Переметки стрелок. Да? Вот. Прикольно. Арбалет. Это снайпа. А что я могу купить? Вот. 2 500. Могу купить. Купил. Подождите. Это получается что? Ничего себе патрончик. Это сейчас. Это сейчас. Ух ты. О, вот так должна выглядеть оптика в реале. Вот это мне нравится. Ну, ну да. Примерно так, да. Так, а приближать можно, к примеру? Ну что? Ну что? Где? Что? Это по одной пульке только. Ну, она сносит нафиг. Ну, снайпером только можно вот поиграть в кооперативе. Ну что, снайпером я бы не смог бы играть в соло. Мне просто не хватало бы скорости убивать их. О, ух ты. Ну, что это я. Тебя не может сформенить. Такая жёсткая. Э, шо за фигня? Лё, а где мои товарищи? Меня как будто кинули. Жесть. Это мясо. Круто, конечно, но такое. Хе, красота. Я впритык не попадаю. Э, ну отстаньте, алё. Где мой пистолет? Короче, снайпер мне уже не нравится. А что, один или чё? Да отвали ты, слышишь? Вот это так и надо, блядь. Модернизацией, типа, снайпер лучше станет, круче. Чё ты там, братан? Батанчик. Классный чувак. Медик. Сэнки варимач. Снайпер чисто на вот таких, походу, рассчитан. Ну что, ну на мелких смысл им утратить? Мелких и они сами разберут. У меня чётко под поседнего моба, поседний патрон. Этот отбивающий даже не понял, что в него попал. Классная работа. Не, снайпер прикольный, уже нравится. Да, он же снайпер. Стрелок. Меткий стрелок. Не снайпер, меткий стрелок. Да-да-да. Не апается, не апается, это пушка. Опа, пистолетик. Прикольные какие-то боевые джихи, прям. У меня денег на них нет. Пистолет купить. Вот так, это босс. Ой, это король отбивальщиков. Прикольно. Эээ, ээ, братик. Простите, это обычный моб был. Где этот царь? Вот это он. И вот он. Подожди, я ему нормально сношу, да? Так, да. Неплохо, неплохо, кстати. Ой-ой-ой, он нашего одного вынес. С-с-с, прикольно. Еще трассер такой остается. О-о-о-о-о-о-о. Ничего себе лазером стреляет. Победа. Ваш отряд выжил. Круто. Да, в кооперативе вообще четенько. А вот соло, соло это такое не очень круто. В кооперативе советую вообще четенько игра. Там у меня навык новый должен появиться был. Командос. Или то, или то. А что это? На 85% повышает урон от 9-ти миллиметровых патронов. И ножа. Скорость смены оружия повышается на 50%. Останавливающее действие профильного оружия растет на 150%. Это я, получается, его отталкиваю, буду пулями отталкивать. Мне лучше перезарядка. И остановка. Да. Меткий стрелок. Мне нужен пятый уровень, чтобы появилось хоть что-то. При использовании профильного оружия, скорострельность растет на 25%, а скорость движения на 10%. Да, неплохо. Да, вот это хочу. Точный стрелок. Берсерк. Общее здоровье растет на 100%. Не, вот это вот я выбрал, я помню. При использовании профильного оружия, скорость движения выше на 20%. Тут просто атаки на 20% быстрей и урон на 20% больше при использовании профильного. А тут за каждого мутанта, убитого профильным оружием, восстанавливается 3 очка здоровья. Атаки профильного оружия ближнего боя быстрей на 20%. Быстрей, но без 20% атаки, но восстанавливает хпшечку. Ну, как бы для ближняка это лучше, наверное. Ну и командос неплохой тоже. И снайпер неплохой. Спецназовец, ё-моё. Тут столько классов просто вот. И у каждого свои перки, и у каждого свое оружие. Если вы не играли в эту игру, вам нужно в неё поиграть. Пиши в комментариях, что ты хотел бы поиграть. Что тебе нравится за жанры игр, и во что ты сейчас играешь. Буду рад. Субтитры сделал DimaTorzok